Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас буквально за парочку-парочку минут я хотел бы высказать свое мнение, ну и сообщить вам по поводу того, что 21.11 уже официально будет стартовать ивентик, который будет называться Клановый Вызов. В Клановом Вызове мы все будем клановыми боевыми задачами, выполняя их, получать себе слиточки из стали и получаемые слитки стали в итоге сможем потратить на то, чтобы забрать себе коллекционную машинку 9 уровня. Что хочу отметить от себя? Задачка, я бы сказал, не из легких. Она и раньше не казалась мне легкой, но когда я узнал, что конкретно необходимо сделать для того, чтобы забрать себе эту вафлю 9 уровня, разукрашенную и с немножко улучшенными ТТХ, я для себя понял, что скорее всего задача, если и выполнима, то ну прям совсем-совсем малым процентом игроков. Объясню почему. Для того, чтобы забрать эту ПТшечку 9 уровня, вам необходимо будет собрать 1000 слитков. Ребят, 1000. Вот 1000 слитков, чтобы собрать, вам необходимо будет довольно некисло отыгрывать в клановых боевых задачах, выполнять их и даже если вы прям выполнять будете все боевые задачи клановые в течение трех недель, на которые, ну на которые отводятся, да, на прохождение данного ивента, я больше чем уверен, что максимум чего вы сможете достичь, это вы сможете дойти до момента в порог 700 золотых слитков. Что это за порог такой? Порог 700 золотых слитков говорит о том, что вы получаете возможность приобрести себе вот эту вот вафельку Райтер за голду. То есть пока вы не набрали 700 слитков, за голду вы ее не заберете. Не получится такого у вас. Вот написано, внимание, пройти, тра-та-та-та-та, 700 стальных слитков до его завершения. То есть получается, что, во-первых, до 700 слитков для того, чтобы выстрадать, вам необходимо будет явно выполнять все, вообще полностью все боевые задачи клановые. Но пускай это еще не настолько страшно. Я уверен, что когда ивент стартанет, то стоимость данной ПТшки за голду, она будет приравниваться к стоимости в принципе какой-нибудь коллекционной, либо премиумной машины 9 уровня. Я уверен, что дешевле ее нам отдавать никто не будет. Ну, понятное дело, что поживем увидим, но я имею крайне, крайне, ну, серьезное сомнение по поводу того, что вы возьмете ее там за 2 или за 3 тысячи голды. А вот что действительно уныло, так это то, чтобы для того, чтобы собрать 200 слитков, вот, видно, да, написано, что для того вы будете собирать каждая медалька, приносит вам по 5 слитков и суммарно вы можете забрать 200. Что за медальки? Медальки, ребят, непростые. Медальки братья по оружию и решающий вклад. И вот ниже написано, что братья по оружию, это когда каждый игрок взвода уничтожает 2 единицы танков противника и при этом двое совзводных еще и выживают в бою. То есть, получается, вы должны сделать 4 фрага на двоих из 7 возможных и при этом вдвоем выжить. Ну, согласитесь, 20 таких боев это уже под очень-очень большим вопросом даже в течение 3 недель. Я не знаю, может есть какие-то суперскиловые игроки, которые будут попадать в бои, но тогда получается, что, грубо говоря, из нескольких тысяч игроков, которым дается возможность участвовать в ивенте, реально эти медали 20 штук накосить за 3 недели смогут, грубо говоря, там какая-то сотня, да, игроков. Ну, это мое субъективное мнение, если вы со мной не согласны, если у вас этих медалек огромное количество, напишите, пожалуйста, в комментариях, сразу укажите количество боев, сколько мастеров при этом вы имеете и так далее. То есть, для того, чтобы понимать, насколько вам легко или тяжело даются братья по оружию. Решающий вклад, это когда вы взводом выносите 6 противников из 7 возможных. Это тоже, согласитесь, задачка та еще. И за вот эти вот бои, то есть за вот такой вот результат боя, вы будете получать всего лишь 5, ребят, 5 стальных слитков. Не 10, не 20, не 50. Ну, то есть, я говорю к чему? Я говорю о том, что если бы была действительно нормальная возможность получить эту машину, то мне кажется, что давалось бы побольше немножко золотых, простите, вот этих вот стальных слитков за вот такие вот бои с медальками братья по оружию и решающий вклад. Ну, а таким образом получается, что весь ивент, по моему скромному мнению, будет нацелен на то, чтобы игроки хотели себе эту разукрашенную вафельку, а по-другому я ее назвать не могу, потому что ТТХ, да, отличаются, но прям не настолько, чтобы это была прям имба-имбовая. И, возможно, даже премиализация той же самой вафли проходной, ну, куда выгоднее и интереснее занятие будет. Хотя, живем, посмотрим, посмотрим, что из себя будет представлять райтер непосредственно в рандоме, он явно там появится, ну и, соответственно, насколько это будет имбовая и нагибающая машина. Я же от себя в целом хотел бы подсуммировать следующее. Я рассчитывал на то, что шансы будут, и они будут не настолько призрачными, насколько их сделали. Ну, ребятки, как я уже говорил, поживем-увидим. В любом случае, нам стоит всем постараться. Я обращаюсь к игрокам своего клана максимально оптимизироваться, плечом к плечу выступить навстречу врагу, ну и, соответственно, попытаться получить от этого ивента хотя бы удовольствие. А, возможно, даже и открыть все-таки себе райтера, может, доплатив немножечко голды. Тут уже кто что может. А на данный момент у меня все. Это было мое субъективное мнение. И краткий рассказ по поводу того, чего нас ждет в клановом ивенте под названием «Клановый вызов». Всех благ, всего хорошего вам, приятных боев. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал. И если вы хотите участвовать в честных розыгрышах, хороших, приятных призов, обязательно, обязательно переходите по ссылочке, которая будет вот здесь, вот наверху в описании. Надеюсь, вас это заинтересует. И жду вас всех у себя на канале. Всех благ, всего хорошего вам мира. И спокойствия.